всем добрый день у меня сегодня день такой что в общем устроила себя в выходной по полной программе меня знаете бывает такое что когда вообще ничего не охота не готовить не убираться никакие домашние дела вот не охота знаете что я делаю ничего я просто говорю мужу что я сегодня вы не готовлю еду и он уже знает что это значит он должен готовить так что я просто лежала на диване у вас бывают такие дни вот расслабленные когда ты встаешь и думаешь ну надоело уже это каждый день одно и то же думать придумывать что приготовить потом эту посуду мыть кстати посуду я тоже не буду мыть она там в раковине стоит муж сказал потом приду помоем естественно куда он денется вот и но сидела сидела время уже пятый час мы сейчас пойдем гулять с чарли на улице прекрасная погода у нас представляете так тепло так жарко что я открыла окно который в этой спальне она выходит во дворик там и там от стен такая жарища и и в общем в квартире намного нагрелась чарли мой не вылазил сверху он прям специально ходил туда и лежал загорал я смотрю сериал который мне посоветовали сейчас скажу но он лунцы по врача про врача ланцет неплохой сериал хороший уже смотрю пятую серию но это не за сегодня пятую серию его три дня смотрю а вот что еще хотел сказать а так что он мне приготовил он приготовил значит вареный картофель яйцо вареное туда это знаете типа оливье но не оливье сейчас покажу у меня на кухне такое ну и знаете когда мужики готовят то это пипец но так как сегодня у меня выходной не по барабану что там творится потому что он допустим для варки яиц используют две кастрюли вот у нас еще осталось здесь значит вареный картофель яйцо крабовые палочки вот есть вот крабовые палочки есть потом еще туда добавляется зеленый горошек тунец в масле без масла масло здесь все сливают с тунца с консервной с консервы потому что они говорят что там все консерванты и все вот эти вот и негативные вещества и испанцы масло из тунца не употребляют вот и все все это перемешивается заправляется оливковым маслом и вот так вкусно я конечно когда я готовлю я добавляю еще зеленый лук и укроп но так как готовил муж и так нормально и салат который у нас был я покупала в меркодоне все вот мы поели у меня сегодня вот такой вот выходной но уже надоело лежать честно вообще в 5 выхожу всегда из дома сейчас время пол пятого я уже решила что я сейчас пойду мне еще нужно сходить к сестре они нам не прислала смс-ку потому что к нам письма приходят все еще на старый адрес не знаю надо как-то сменить муж сказал что надо идти в полицию и говорит что типа вы сменили адрес и тогда уже все адреса по всем там везде везде поменяются автоматически но опять надо этим всем заняться не охота в общем там какое-то письмо пришло может быть какая какой-то с больницы тут знаете как назначают какого-нибудь врача там например ты пойдешь и говоришь вот у меня желудок заболел и через какое-то время тебе звонят и говорят у вас такого такого числа назначен назначен врач и потом уже в подтверждение приходит письмо и вот какое-то письмо пришло но этому же он говорит что там да он ждет какой-то не знаю куда ему надо очень пойду посмотрю к ним зайду а вот такие вот у нас планы на сегодня ну что-то пригонялся моя рыба сладкая так мне нравится когда он так головой держит да бамаля кай минин мой сладко спит у нас целый день на крыше провалялся плевал я на вас тут в холоде сами сидите хотя говорю квартира погрелась у я такую фоточку откопала симпатичную а еще в директ вчера отправила в инстаграм не подписаны подписывайтесь отправила фотки мои старинные ну как старинные не года 4 3-4 назад когда я ездила в россию на свадьбу брата кстати я ездила вот там у меня еще был волос длинный и мои килограммы тоже были со мной так что если вы не подписаны подписывайтесь а сейчас я тоже фоточку одну выставила с прошлого года мы были а вы по наверное помните кто меня давно смотрит мы были на первом причастие у подруги у ее дочери и вот я просто сейчас смотрела в одноклассниках фотки мне там кстати намного больше фоток чем других этих но у меня в одноклассниках подписаны только близкие друзья 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 и родственники так что я туда очень редко захожу ну вот чо-то сейчас сидела посмотрела как пахнет этим освежитель нет в общем для белья вот эта фигня в общем фотка вот такая так что подписывайтесь ссылочка внизу а сейчас губы еще обветрили вчера сейчас намажу буроплюсом и на улицу пришли в парк который мы вчера с девчонками гуляли здесь видимо траву скосили вот как радуется вот как радуется моя лапуля и знаете что я иду и думаю вот почему еще не придумали вот ополаскивать для белья например там какой-нибудь морская свежесть есть морс морозная свежесть а вот запах скошенной травы еще не придумали слушать этого идея может мне придумать и запатентовать но действительно ведь пахнет такой свежесть это прям вкусно нюхала бы и нюхала я вообще любитель понюхать все духи ополаски для белья дезодоранты такая вот нюхачка правда действительно дешевый вкусный запах вообще обалденный лапе моей тоже нравится бегает народу мало может все на пляж поехали при такой-то погоде замечательный или сидят уроки учат сегодня понедельник надо готовиться к школе но мы будем гулять раз уж на то дело пошло полетел 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 она летит любитель он побегать вот бы мне его желание я не люблю бегать ну бегаю так как это иду бегу иду бегу но не по парку конечно а туда где выйдем где никого нету никто меня не видит стеснительная девочка стесняюсь не могу прям мне тут пора уже маникюрчик новый заделать кстати вот у меня лак вот этот это кико вот это у него тут два таких тюбика один эффект геля вроде бы как один вот такой открываю зубами наверное не я первая не я последний и этот прозрачный и держится довольно таки неплохо вот смотрите я и головы мыла и в воде очень долго держалась в общем там но и для недели вообще зашибись мне кажется у меня тут есть и гель-лаки здесь всякие коробочки видите палочки я раньше рисовала ногти а вот это кстати надо мне сейчас забацать вот и гель-лаки разные есть и лампа у меня есть и все у меня есть но гель-лаки также у меня держится одну неделю но их потом снимать тяжело и в общем этим вот ваткой раз потер и все стерлась а гель-лаки нужно либо спиливать либо такими штучками там они какие-то есть специальные для ногтей в общем внутрь на видите смотрите у меня всякие бусинки есть чего только нету в общем палочки выручалочки даже вот такие наклеечки которые в общем занималась я раньше может быть придет такое время опять займусь но пока не охота а сейчас вот так я делаю наношу вот такую как базу здесь 10 в одном типа всякие витамины ля-ля-ля то поля потом естественно лак наношу хочу вот этот лак нанести этот лак я купила в меркодоне тоже эффект гель мне очень цвет нравится такой алый алый какой-то или как-то я не знаю даже как назвать цвет и сверху вот это изо стор типа закрепитель что ли так что сейчас будем ноготочки делать красиво видите как отросло и цвета такие не сильно яркие в общем-то не особо заметно что там что-то что-то где-то ободралось потому что если нам на красишь яркими там красным цветом либо темно-синим то все это будет заметно на ногтях а когда руки не ухожены и особенно я больше всего ненавижу когда ногти вот знаете вот так по половинке даже вот так вот они ободраны ой не люблю это как напоминает какой-то как извините за выражение колхоз она этих вроде бы как и незаметно видите так что будем превращать наши ноготьки в красивый ну все сделала ноготочки красивая теперь не обидеть какие руки пухлые всю жизнь были короткие пальцы и вот эти вот и пухлые подушечки не говорили ну родственники что у мамы такие руки были ну какие есть это шрам у меня кстати из детства капусту на трудах резали так отрезали вот вместе с пальцем а вот этот помните отрезала смотрите какой шрам остался в общем прям руки боевые боевые руки все в шрамах не могу правда у меня очень много шрамов если честно такие маленькие разные даже не знаю откуда ну вот так вот и вот этот палец вот этот вот тоже недоделанный он в детстве у меня был побитый и ноготь растет теперь кривой ты чё так смотрит это меня ты чё так смотришь то целоваться что ли ты целоваться что ли целоваться мы только целовались чат мы только целовались минут 15 назад но опять что ясто ясто все иди дон листах угаси только целовались опять целоваться идет а еще знаете по передаче смотрел собаки не любят обниматься целоваться это чарли не касается ну вот маникюрчик сделала сейчас пойду чайку на виду себе с имбирем какой-нибудь волосы от него летят вообще линяет он у меня линяет круглый год него независимости от периода года вот чай пойду сделаю главное как говорится часть дня сделала и такая сегодня деловая прям вообще сама над собой умираю ногти накрасил за целый день обалдеть вот лодырь ну ничего зато отдохнула завтра с новыми силами пойду на работу вот種 тяпок вот 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 да вот вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Между попой и ногами, под одеялом, как он там дышит, я не понимаю. Иногда вообще там у него даже места нет. Всегда вот забьется туда под одеяло и там лежит. Ну если нравится, если бы задохнулся, вылез, наверное бы. Нет, он там спит целый день. Ой, целую ночь. Вот, а я сейчас пойду в душ уже умываться. Усики убирать свои с лица. Сегодня, так как у меня макияжа нет, у меня лицо мое отдыхало от всяких этих красок. Поэтому пойду сейчас уберу всю растительность с лица. Че же я ногти-то если накрасила, а че лицо-то? Хотя губы все прям такие, знаете, как не мои, обветренные. Надо еще на ночь намазать бора плюсом. Вот, и усе. И буду сегодня, сегодня не знаю, че по телеку. Ну какой-нибудь сериальчик, наверное, будет 100%. Хотя я тут смотрю этот, ланцет. Но я его как смотрю? Я его не смотрю, он у меня фоном. Я больше в телефоне сижу. Будем с вами до завтра прощаться. Завтра встретимся, наверное, на работе. Ну или после работы, не знаю. Если будет время на работе, на работе. Если не будет времени, то после работы. В общем, начинается у меня рабочая неделя. Будем надеяться, что она будет продуктивная. И принесет мне много-много денежек. Хотя, знаете, для февраль самый плохой месяц. Для всего. Потому что в январе очень много всяких праздников. И детям покупать всяких много игрушек. Там и День королей, и Дед Мороз. В общем, в феврале денег ни у кого нет. Поэтому меня выручают мои бабушки. Которые каждую неделю ко мне ходят. И моют голову. Ну, иногда красятся раз в месяц. Стригутся. В общем, бабушки мои, живите долго. И приносите мне доход, скажем так. Ладно. Хватит болтовни. Всего вам самого наилучшего. Не болейте. И пока-пока. До завтра. До завтра.